газовый баллон даже он готовится читается книжки статьи чтобы с вами беспределить сейчас все подготовить сертификаты поверки чтобы у вас вопросов не возникал понимаете да наши задачи мы тоже будем все таки на патру что вы удостоверение почему пожалуйста я могу предъявить какие вопросы сами не встречались я так как хотел бы познать ими общаюсь подполковник полиции леонов андрей михайлов что мы с вами манера мы с вами уже пересекали советский бтд таковы это чуть-чуть пополнее были не узнал что вас у меня много конечно а почему черно-белая копия где оригинал синие печать можете знакомиться наше подразделение а а а а а а а а а тут не а у в не какие у Погрешность 0.00, выходная Да, 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 сейчас знакомимся Так, а пломба Пожалуйста Можно она еще? Номера здесь этого нету, 0.1 Заводской номер 38.31 А у вас номер абсолютно другой Не необходимая, чтобы Пожалуйста Номер, гравировка металлическая выведка 38.31 Заводской номер 38.31 Понадлежник УВД Госреестр Возьмите, пожалуйста Смотрели, что это за документ, да? Документом нельзя Один принцип, непосредственно В школе тетрадь была поприятнее Я, как его представитель, не имею право Все ставить под сомнение Что это за бумага? Просто бумага, возьмите, пожалуйста Вам подняться тепло, да? Да А, наезд, ты откроешь? Да, конечно, конечно За пассажирским кармашки Светили Метки садов На сети На сети Я, как бы, вот это было здесь Я, как бы 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 Процеду Процеду Конечно, уверенно Что у меня, что у нас Гребон Конечно, уверенно 3,9, да, в принципе, все Правильно 3,9, 4% А где сам водитель? Вон, стоит Я его представитель Я его представитель Какой дизель, иначе Прямо все бумаги показали Прибор привезли Нарушение, да, измерили Конечно, конечно Прибор сертифицирован С повесткой Вы ознакомились? Немного Не, не, я дочитаю Сделаем Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok Круг которых определяет федеральным законом Второе Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи Освобождения от обязанности Давать освидетельствия Статья 25.1 Лицо в отношении которой ведется Производство по делу об административном Правонарушении Праве ознакомиться со всеми материалами дела Давать объяснения, предоставлять доказательства Заявлять ходатательства и отводы Пользоваться юридической помощью защитника А также иными процессуальными правами В соответствии с настоящим кодексом Дело об административном Правонарушении рассматривается с участием лица В отношении которого ведется Производство по делу об административном Правонарушении В соответствии указанного лица Дело может быть рассмотрено лишь в случае Если имеются данные О надлежащем изучении лица О месте и времени рассмотрения дела И если от лица не поступило ходатательство Об отложении рассмотрения дела Либо если такое ходатательство Без удовлетворения Судья орган, даже в свое лицо Рассматривающий дело об административном Правонарушении В праве признать обязательное присутствие При рассмотрении дела лица В отношении которого ведется Производство по делу При рассмотрении дела об административном Правонарушении В ликующем административного ареста или административное выдворение за пределы Российской Федерации иностранных граждан, либо лица безгражданства, присутствие лица, в отношении которого ведется производство по делу, является обязательным. Несовершенное лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать отрицательное влияние на указанное лицо. Напомните, пожалуйста, имя, отчество еще раз. Сергей Александрович. Сергей Александрович, я вас хочу проинформировать о следующем. Значит, согласно 664 приказа, перед взятием объяснения с лица, привлекаемого к административной ответственности, ему разъясняются процессуальные права и обязанности, предусмотренные статьей 25.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, статьей 51 Конституции Российской Федерации. В данном случае вами был нарушен порядок производства по делу. Вы разъяснили права тогда, когда уже даны объяснения, в данном случае представителя лица, привлекаемых к административной ответственности. Это так вам на будущее? Хорошо. Перед, запомните, перед взятием объяснения, рекомендую вам настоятельно, поскольку вы молодой, полагаю, неопытный, открыть 664 приказ, пункт 132. Там четко все описано о том, о чем я вам говорил. Денис Геннадьевич, я хотел бы, да, уточнить всего неопытности, и все это произошло, но все вам зачитано. Зачитано, да. Да, зачитано, а закон гласит о том, что Сергей Александрович должен, был разъяснить. Ну, да ладно. Разъяснили все это? Нет, зачитали. Вы тут написали, что не разъяснены? Да, я же говорю, не разъяснены. Не разъяснены. Об этом я указал в объяснении. Но мы вам сейчас разъяснили, вы будете расписываться? Я не буду расписывать за положение тех норм, которые мне не были разъяснены, как представители в порядке статьи 25.5 рапора, о чем я указал в объяснении. Вы потом напишите в рапорте, соответственно, что вы разъясняли мне права, вам ничего не препятствует. Более того, приобщить видеозапись, если при составлении административного материала вы ввели видеозапись. А почему, согласно 664 приказа, вы меня не проинформировали, что при составлении административного материала вами ведется запись на дозор? Скажите, пожалуйста. Запись в Ивасе предварительно, когда подходил я и сказал, что я включаю дозор водителю. Он мне сказал, что вы можете меня снимать. Мы не говорим о тех обстоятельствах, которые имели место полтора часа назад. Я говорю, что сейчас были процессуальные действия. Вы выполняете процессуальные действия, придете видеозапись. Тем не менее, вы не предупредили меня об этом. Я к Сергею Александровичу говорю, а не вам. Сергей Александрович же материал составляет. Вы-то обращаетесь к водителю, а мы сейчас говорим непосредственно об административной процедуре, в ходе которой и перед сотрудник полиции, в данном случае Сергей Александрович, должен был меня проинформировать, что перед составлением протокола об административном правонарушении за номером такой-то, от даты такой-то, по статье и части такой-то. Значит, мной будет вестись видеозапись на дозор. Идентификационный номер такой-то. О чем будет мной указано, помимо этого прочего, в протоколе. Вы понимаете, это вы же перестраховывайтесь потом. Вот вдруг какие-то обстоятельства возникнут, что станет основанием перепроверить вашу видеозапись. А выяснится, когда будут смотреть видеозапись, а она вам-то и не в пользу. Вы об этом, я говорю, ничего личного. Мы говорим о законности. Вот. А повторюсь опять, в силу неопытности, да, полагаю, упустили, но ничего страшного. Потом поправитесь. Хорошо. Вот. Подучите законы. Время, место рассмотрения. Денис Геннадьевич, у него будет номер телефончика. А, не сообщил. Не сообщил, да, вы скажете. А рассматриваться протокол где будет? Ну, вы можете здесь рассмотреть. В подразделении. А, вы в подразделение хотите? Да. Хорошо. Конечно, мы выносим протокол в наше подразделение. А что препятствует вынести постановление? Защитник здесь. Хорошо. Мы не против. В целях экономии процессуального времени, опять же таки, Сергей Александрович, вам остается только внести данные в постановление по делу обнестрельного правонарушения моего доверителя. Описать, значит быть, в порядке статьи 29.10 обстоятельства. В них же указать объяснение, либо опровергнуть их, и все, собственно. И на основании этого постановления, полагаю, мой доверитель будет привлечен к административной ответственности. Ему будет назначена санкция в виде 500 рублей. Кроме того, в ходе данного составления материала у меня вопрос. Мне около 37 обращений поступило, поскольку я являюсь блогером, имея статус средства массовой информации, что сотрудники ЛБ-3 гражданам при составлении материала по указанной статье и части КОАП РФ Я тогда прошу вас выдать мне, как представителю, требования, либо предписания данные в рамках этого дела. Если вы выдадите, я полагаю, вы выдадите, я намерен обращаться в суд общей юрисдикции о признании ваших действий незаконных. Мне это необходимо сделать и придать огласке. О признании ваших действий незаконных в части выдачи такого требования, либо предписания, поскольку диспозиция статьи 12.5, а часть 3.1 КОАП РФ предусматривает четко только санкция 500 рублей. Так мы любим, если вам санкция 500 рублей. И я бы хотел, чтобы вы мне все-таки дали требование, либо предписание. Вы будете мне его давать? Данная статья, как вы сказали, только санкция. А напомните, пожалуйста, имя, отчество. Денис Андреевич. Денис Андреевич. А почему у нас двойные стандарты? Вот граждане, которые не осведомлены о положении закона, не в курсе тех или иных норм, они получают требования. Более того, к ним потом применяются меры, да, либо штраф, либо там сутки, двое, бывает арест. Тебе слышно говорят, Денис Геннадьев, правильно? Да, да, да. Поступали жалобы, то, что с нашего батальона люди писали требования. Я это понял, я это, конечно, уже понял. И я прошу мне, выдайте, пожалуйста, предписание, либо требование. По-моему, в кодексе указывается только санкция в размере 500 рублей. Вот видите, а почему вот, когда с вами Денис Геннадьевич общается, а вы мне даете требования, либо предписание? Так мы вам о требовании вообще ничего не говорим. А я вам говорю, исходя из того, что мне пишут обращение. В размере 500 рублей. И вот эти вот двойные стандарты. То есть, сидел бы здесь другой гражданин, вы бы дали требования, либо предписание. А когда я вам порядок, да, объясняю, разъясняю, вы не желаете давать. Потому что вы понимаете, что вы расширяете тем самым круг своих полномочий, что формально образует состав уголовного преступления, предусмотренную статью 286. Правильно ваш коллега говорит, не предусматривает санкции, а мы выше озвучены. В последующем выдавать требования, либо предписания. Вот. Я вас на будущее предостерегаю. Не делайте опрометчивых поступков и не слушайте вышестоящее руководство. Не надо эти требования выдавать. Поскольку в один прекрасный момент может возникнуть, что я буду представителем того или иного гражданина, которому все-таки, либо ваши коллеги с ОБ-3 вручили требования, либо предписания. И я пойду до конца. Ряд решений опубликовано в благосфере о признании действий должностных лиц, выдавших требования предписания моим доверителям незаконными. А вы знаете, если решением суда установлено, что действия должностного лица незаконны, это все основания, с данным решением обратиться в Следственный комитет. Я просто хочу сказать, что административный иск по признанию действия должностного лица, которым выдано было требование, либо предписание Е, он бесспорный. Но перспективу вы понимаете, да? Так что давайте уж в рамках закона, так в рамках закона. Я понимаю, что надо борьбу вести, да, тонированные машины. Кто-то, вам необходимо как-то борьбу вести, но такой закон. А если указано 500 рублей, будьте любезны. А то, получается, повторюсь, двойные и тройные стандарты. Так вот, значит, на чем остановились? Дальше, что у нас есть, не знаю, постановление. Постановление по данному правонарушению вы выписали здесь? Да, 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 я не против. Мы в целях экономии процессуального времени получить постановление. Хорошо. Так, то есть с нарушением вы будете согласны? Не изгибайте. Я повторюсь, в целях экономии процессуального времени вы можете вынести постановление. Объяснение я указал в соответствующей графе протокол об административном правонарушении. Вне зависимости, согласен, не согласен. Вот тогда, когда лицо заявило ходатайство о допуске защитника, о желании реализовать свое право воспользоваться помощью защитника, тогда мы понимаем, вы можете отложить и перенести на другую дату в ГИБДД. В данном случае представители здесь, защитники здесь. Я полагаю, даже то, что мы не согласны с смененным нам составом административного правонарушения, никаким образом не препятствуют к вынесению постановления, которое, полагаю, все-таки... Сейчас мы составим постановление? Да. А можно мне копию протокола? Обязательно. Так, я расписался здесь. Так, подержи, я распишусь. Где он будет расписываться у нас? Вот здесь вы должны расписаться? Да. Филиппом пока встать. За объяснением. Пошел, включите мне копию. А... Сергей Александрович, возьмите, пожалуйста, ручку. А можно я подвиг сфотографирую? В порядке статьи 25.5 у меня есть право знакомиться с материалом дела. Можно? Я прям... Вы не посвятите мне? Сейчас, секундочку. Возьмите, пожалуйста. Две ваши, да? Копия, одна моя. А мы тогда ждем постановления. Все? Что вам еще нужны? Вы нам. А нам постановление выполнить? Ну, сейчас ребята выпишут. Нет. Мы-то поедем дальше не снесем. Да. Вы, кстати, знаете, можете в отношении меня составить административный материал. Я двигался без удостоверения, без СТС, оно у вас было. Ну, я не видел. И ценированные стекла у меня в отношении меня. Это другой субъект. Я не видел, если инспектора Вики, они составят. Тогда я другим скажу инспекторам. Все, спасибо, вы нам не нужны. Но в следующий раз хотелось, вы знаете, чтобы в кратчайшие сроки составили административный материал. Ну, мы стараемся. Минимально, минимально возможно. Час 20 стояли, ждали. Ну, это минимально. С течением обстоятельств. И так максимально быстро питаемся. Хорошо. Безошибочно составить. Да. Всего доброго, до свидания. Я послушал. Здесь тема, что посветить. Присчитаю гражданин также. 25.1.51 Конституция Российской Федерации. Денис Геннадьевич, в отношении водителя восстановления по отделу области системы правонарушения по статье 12.5, часть 3, прим. 1. Так, статья 51 Конституции Российской Федерации. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным законом. В федеральном законе могут устанавливаться иные случаи освобождения от обязанности давать освидетельствия показания. Статья 25.1, лицо в отношении которой ведется производство по делу области об администитивом правонарушения в праве, знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, предоставлять хододательства и отводы, пользуются юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами, соответствующими с настоящим кодексом. Дело об администитивом правонарушении рассматривается с участием лица, в отношении которого ведется производство по делу об администитивом правонарушении. В соответствии с указанным лицом дело может быть рассмотрено лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица по месте и времени рассмотрения дела, и если от лица не поступило хододательство об администитивом правонарушении, либо если такое хододательство составлено без удовлетворения. Судья – орган, ужасное лицо, рассматривающий дело об администитивом правонарушении, вправе признать обязательное присутствие при рассмотрении дела лица, в отношении которого ведется производство по делу. При рассмотрении дела об администитивном правонарушении, влекущем административное арест или административное выдворение за пределами Российской Федерации и иностранного гражданина, Так, несовершеннолетнее лицо, в отношении которого ведет с производства по делу о подвесенном правонарушении, может быть удалено на время рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может отказать отрицательное влияние на указанное лицо. Русским языком. Владеете? Да, да. Напишите там? Да, конечно. Да, да. Можно подписать то, что русским языком владеете? Так что. Роспись поставили, мы сами не пишем. Да, нет. Так, а вы расскажите, вы закупите тоже? Да, конечно, да. Да, конечно, да. Так, теперь мне хотелось бы закрыть вопрос относительно того, кто жезл в окно вставил. Если вы посмотрите видео, точно так бы не я и не мой коллега. Конечно, понимаю. Просто впредь не надо так делать. Это мы понимаем. Соответствуйте высокому статусу сотрудников прохранных органов. Нет, я испорить не буду, тоже. Видео можете посмотреть, вы убили. Да, мы обязательно посмотрим и выясним. Вот, еще такой вопрос. У вас находились в руках следственно-транспортное средство на данный, да? Вот тогда, когда вы составляли административный материал. Машина стояла там. Я двигался, я был в качестве водителя. Вы не хотите в отношении меня составить административный материал по статье 12.5, часть 3, приводим к папе? Я не видел этого. Вы не видели? Честно, не видел. Вы видели, машина перемещалась? Нет, не обратил внимания. Вы тоже не видели? Ну, я помогал коллеге. Хорошо. Визуально внесены, видно, да, признак административного правонарушения по статье 12.5, часть 1 по ПРФ на данном автомобиле. Как вы говорите, посажено. Вы не хотите составить административный материал в отношении меня по данной статье? Технических средств зафиксировано? Нет технических средств зафиксировать. Тогда на этом все. Закончено процедура административная. Всего доброго, до свидания. А постановление ваше будет отменено через суд. А вы пока подумайте, а почему. Всего доброго, до свидания. Счастливого опыта. До свидания. До свидания. Счастливого опыта.